то вы родились в Одессе, в городе Одесса. Поэтому первый мой вопрос. А чувствуете ли вы себя одесситом или, может быть, даже украинцем? Или, по крайней мере, ощущаете ли вы эту связь с нашей страной? Ну, я родился в советской Одессе и уехал из нее 25 лет. Я там рос. Уехал из нее, когда еще Украина не существовала, как страна, как государство. Ну, конечно, я учил украинский язык и с удовольствием читал по-украински. Конечно, Одесса царапает мне сердце и сейчас. Хотя, в общем, более-менее все порвалось. Друзья уехали, родители умерли. Но что было, то было. Я, конечно, сформирован Одессой во многом. Григорьевич, конечно, про Одессу сейчас говоря нельзя не спросить, почему Одесса, она жемчужного моря не только для одесситов и для украинцев, но и для кремлян, для Владимира Путина. То есть, с самого начала войны идут такие безуспешные попытки захватить город. Сначала это были попытки высадить десант. Почему он столь важен для Владимира Путина? Ну, возможно, на это есть какие-то очевидные ответы. Ну, конечно, здесь, конечно, это порт. Это военный порт теперь, военный порт Украины. И потом, я думаю, что у Путина есть какая-то царапина связанная, травма связанная с Одессой, с событиями 2 мая в Доме профсоюзов, который я еще помню как обком партии. Я был в то время в Америке, учился в Колумбийском университете, посещал разные научные конференции, в том числе в Гарварде, в Голумбии. Там все один за другим, советологи, русологи, заявляли, что вот мы должны поддерживать Медведева, это вот западное лицо России. Медведевская проблема – это такой ошибочный персонализм. Он, в принципе, всегда ошибочен. Лидера в значительной степени делают люди. Если у него нет опоры, у его лидерства, а Медведев не смог ее завоевать со времен своего президентства, ну, можно, конечно, так сказать, встать в позу и говорить, ребята, что ж вы, о чем вы думали в 2008-2012 году? А вот, но я очень хорошо помню, что наша образованная и даже либеральная публика крутила носом, Медведев ей не нравился, и они ждали какого-то, я бы сказал, хорошего Путина. Откуда он должен был прийти, почему он должен был появиться, я не знаю. Но вот они верили, что Медведев какой-то не такой. Они привыкли к сильному вроде бы лидеру, а Путин тогда казался сильным лидером. И Медведев им не нравился, он не нашел поддержки, и Путин его легко свалил. Я и мои друзья, мы разработали тот формат вот этой ультрапропаганды, которая процвела в наши дни. Вот, и когда я там критиковал, как-то покритиковал пресс-секретаря МИДа, она мне сказала, Глеб Олегович, а вы же нас этому учили. И мне нечего было сказать. Я не учил нести вот то, что они теперь несут. Но, в общем, это уже не важно. Формат разработан, он может быть наполнен чем угодно. А Соловьев, в общем, ну, он не был, нельзя нам сказать, он не был интеллектуалом. Киселев старался быть таким, ну, немножко снобистским западником. У него было это. Ну, это, вы знаете, у всего есть сцена для таких людей. А сегодня это уже не пропаганда, по-моему, это неправильно называют пропагандой. Это такая, для простоты можно сказать, назвать ее ультрапропагандой. Но, вообще-то, это постановочное телевидение. Оно превращает новости в сериал, в сюжет. Причем иногда талантливо. Отвратительно, но талантливо. И пока аудитория готова это смотреть, это власть, понимаете? Вот вы, как в качестве президента-основателя фонда эффективной политики, разрабатывали президентскую кампанию Владимира Путина в 2000 году. Да. А также участвовали в президентской кампании Виктора Януковича в 2004 году. Есть сожаления и раскаяния по этому поводу, если уже так говорить? Ну, кампания 2004 года она не была моей совсем. Не я писал сценарий, не я определял ее ставки. и это дело в общем оно находилось под управлением, под контролем вашего бывшего президента Леонида Нюча Кучма. И выбрал, он выбрал кандидата, он его контролировал. Моя роль была роль как бы коммуникатора между двумя администрациями Связного и да, как говорят офицеры связи, но я не был генералом связи, я был скорее всего капитаном. скажем так. Ну а в 2000-м? А в 2000-м было? А в 2000-м да, в 2000-м это была победа, и как я тогда считал, это моя победа, я был очень счастлив, ну это проект-приемник велся нами, ну три года готовился, до 99-го года, под управлением, под контролем Ельцина, и тогда мы победили, но это был другой кандидат. Я вот пообещал всем хейтерам, которые мне написали, мои друзья, я сказал, ну он говорит, зачем давать платформу, вот так вот написали, я сказал, я дам возможность Глебу Павловскому принести свои, как бы, ну, выразить сожаление, или вот покаяться. Сожаление, безусловно, мне очень легко выразить сожаление, потому что это человек, которого нельзя подпускать в политике к значительно более низким, низким каким-то уровням, его нельзя пускать, я думаю, в районную администрацию, и, ну, просто, вы знаете, редко найдется президент, который убежит ночью, как говорится, через окно, это, кстати, у этого есть серьезная сторона, ведь Янукович убежав, он не облегчил дальнейшую политическую жизнь, он ее затруднил, потому что не с кем было вести переговоры, возникла смута, возникла неясность, которой кое-кто воспользовался, да, вот, если бы Янукович остался, если бы чуть-чуть было больше мужества, то, во-первых, я думаю, его бы не застрелил, он врет об этом, никто на него не покушался, но, по крайней мере, была бы какая-то добавочная сторона переговоров. Путин чемпион недооценки, часто бывает, он ведь импровизатор, а импровизаторы считают себя заговоренными от неудач. санкции подошли к упору, какие-либо, то есть, в принципе, они достигли предельного уровня жесткости, и они уже не могут действовать именно поэтому, как любая, простите, репрессия, слишком большая репрессия, она уже бесполезна. Эрдоган это растущая величина в нашем с вами регионе, и он будет расти, он аккуратно проводит свою игру, очень, в общем-то, говоря, умно умнее, чем многие ждали. А Шрёдер, кто Шрёдер? Кто теперь Шрёдер вообще? Это что-то вроде меня, пенсионера. Главная ваша теза это, что поражение России невозможно. Рассчитывать Украине на победу в войне невозможно. С другой стороны, вы говорите, что вообще сложно понять, как будет выглядеть победа любой из сторон. Но, тем не менее, минимум, который вы подводите, это то, что поражение России невозможно. Можете объяснить, почему? Поражение невозможно в обычном смысле слова. То есть разгром вооруженных сил до такой степени, что они не могут продолжать военные действия. Я думаю, что это действительно невозможно для Украины. Это не значит, что это невозможно вообще. Все материальные ресурсы конечны. Но сейчас это невозможно для Украины. Военизация украинского украинского общества, она естественна для сопротивляющейся нации, но она не повышает ее потенциал, честно говоря, не повышает даже военного потенциала, потому что надо перевоспитать нацию, чтобы превратить ее в спарту. Путин недавно где-то сказал, что посмотрите, это война в условиях мира. Люди наслаждаются, как он сказал, по-моему, значит, мирной жизнью, в то же время ведется война. Вот как я хорошо рассчитал. Так что, но вопрос не в том, что говорят сейчас лидеры воюющих сторон, вопрос в том, если как выглядит дальнейшее движение, повторяю, все возможности внешнего воздействия на Россию в общем исчерпаны. Кроме военных, конечно, кроме военных, но тогда и эскалация приобретет другой характер. Вот в чем дело. И европейцы по-своему справедливо боятся эскалации, они не России боятся, они боятся спонтанной эскалации конфликта, которая станет неуправляемой и сделает их заложниками ситуации. Вот чего они боятся. Сегодня я не вижу пока деморализации, но честно говоря и особой моральности я здесь не вижу. Война ведется как бы применительно к случаю, отрок. То есть люди стараются не даже воюющие, я говорю сейчас про россиян, стараются не рефлексировать какая это война справедливая, несправедливая, они воюют. И если Путин мобилизует, действительно проведет военную мобилизацию, то с одной стороны, конечно, стратегически он подорвет условия консенсуса, а с другой стороны Украина столкнется с другой армией, российской значительно более мобильной. Эта армия не разбежится в первый же год. Глашатаем нового миропорядка, то есть сейчас такой нарратив с самого начала войны на международных телешоу, в том числе на некоторых на которых я участвовал, в индийском телевидении, там разные куда пускали российских пропагандистов, в том числе там из Арте, Russia Today, там из Спутника, молодые ребята, девчата с оксфордскими акцентами, вот на все вот посмотрите Буча, посмотрите Мариуполь, говорили, да ладно вам Буча, Мариуполь, мы пришли, чтобы вот с мечом отменить старый мир и разгласить новый мир, вот вы говорили недавно о том, как мир военизируется, да, и тем не менее вот этот мир, поменять миропорядок, то есть вы считаете, что это вообще Запад делает тем, что наложил на Россию более десяти тысяч санкций? это, во-первых, это само по себе глупо, потому что это не помогло и я думаю не поможет остановке военных действий, во-вторых, это глупо в качестве средства политики, просто не решает той задачи, которую вы хотите, вот сейчас там русских перестали пускать в Булонский лес, я прочел такую новость, это, конечно, страшный удар, страшный удар по русскими, конечно, война, сейчас военная удача перейдет в сторону Украины, проблема в другом, Запад вел себя как Запад, он, давайте не будем сейчас, сейчас не время, я думаю, разбирать этот кейс, этот кейс у нас будет время у тех, кто выживет, после этого будет время разбирать, но, конечно, меняется структура глобальности, глобализации, меняется карта в каком-то смысле глобализации, и Тайвань, тайваньский кейс не является случайностью, и дальше мы будем видеть все больше и больше таких неприятных вещей, вы думаете, я в восторге от этого, я не в восторге, но, как говорится, нас пенсионеров уже не спросит. Я думаю, что перед 24 февраля Россия реально экономически и даже стратегически находилась почти в идеальном состоянии, она, ее экономика, конечно, была не идеальной управления тем более, но, в общем, ей ничего не грозило вообще, и она могла бы так существовать во всяком случае до истечения земной жизни Владимира Владимировича Путина. Вопрос, насколько искренне он верил в то, что расширение НАТО это экзистенциальная угроза для существования РФ и ужас в том, ужас не в том, что он может быть лицемерен, политики часто лицемерят, но они в силу своего лицемерия не начинают военные действия, а ужас в том, что он в это верит, вот, это значит, что он таким образом оценивал ситуацию. Нет, я думаю, что русская, российская идея этих референдумов на оккупированных территориях тоже ошибочная идея, затрудняет, безусловно, будущие переговоры, но не избавляет от них. Запускать процесс государственного самоуничтожения ради защиты Херсона или Мелитополя, я думаю, Москва не будет. меня интересует сейчас Россия, меня не интересуют вообще международный порядок, который уже переменился и будет меняться дальше. Зачем мы будем сейчас, можем взять эту тему, и тогда об этом и надо говорить, о международном порядке. Но сейчас мы говорим ведь о столкновении двух стран, правильно? О столкновении двух стран, которого не должно было быть в принципе. Это меня волнует. И конечно это столкновение с ужасными последствиями и ужасными смертями, но конечно же я думаю прежде всего о России. Я не могу думать об Украине в первую очередь. Вы живете в Москве и мы тоже не забываем, что вы вынуждены себя цензурировать, как бы там ни было, иначе вы можете попасть в действие соответствующего закона и получить 15 лет в тюрьме. Как это не цензура? В России невозможно сейчас, вы живете в стране. Глеб, вы живете в стране, кстати, архитектором системы вели, в том числе и вы, и вы помогли Владимиру Путину прийти к власти. И сейчас ситуация такова, что вы не можете сейчас в разговоре со мной выражать свое мнение. Я могу, я вот нахожусь в Украине, я могу сказать любые критические вещи в отношении Зеленского. Вы не можете это сделать в отношении Путина, то есть до какого-то момента, а потом действует закон про фейки и про армию. И это ужасная ситуация, мне кажется, для такого человека, как вы, который, я уверен, хотите выражать свое мнение вольное и свободное. если вы меня позвали для того, чтобы меня прописочить? Нет, нет, почему? Просто я знаю, какая там ситуация в Москве с законами, то есть мы же видим, как все нарастает сейчас, и с каким риском сопряжены любые, выступления. Мы здесь в Москве проходили эпоху, когда нам говорили, что делать, писать литературные критики режиссера. Это ужасные, ужасные эксперты, ужасные консультанты в политике. А вот Гиркина интересные есть идеи, но какое уничтожение Украины, каким образом это можно сделать? Уничтожение Украины состоялось бы, если бы начальная стратегия, я не знаю, видимо, начгенштаба Герасимова сработала, да, в феврале, январе этого года, но это не произошло, и, так сказать, а все, что было потом, это был пунктный экзит, он и, собственно говоря, и продолжается. И я не вижу здесь никакого ума, так сказать, Ходоковский уже ответил этим людям, которые предлагают, так сказать, кинуть еще необученных граждан России в мясорубку. Это просто кончится, действительно, кончится уничтожением России. Требования от условных Гиркиных стрелковых, то, что они требуют от Владимира Путина, насколько это вообще реализуемо, учитывая, что для реализации вот таких совсем уже, знаете, фантастических требований, как я вот уже сказал, тотальной войны, вот речь идет о возвращении России в таллинские времена, времена военного коммунизма, мобилизации Великой Отечественной войны, как ее называют в России, у нас в Украине уже так ее не называют, как вы знаете. А насколько это вообще возможно, вот такой откат туда, при всей вот этой затягивании гаек, и, в принципе, Путин, как вы говорите, начинал-то первый свой срок, он наоборот был обеспечен на либерализация и уход от репрессивности, даже по сравнению с предыдущим, с Ельциным, поздним. И все пошло потом совсем по другой наклонной, а все-таки насколько, как далеко может это зайти, то есть, или есть все-таки предел, за который российское общество просто не готово будет идти? Здесь, простите, определенная интеллектуальная проблема, потому что предел политик, лидер в особенности, должен обнаруживать раньше, чем удариться о него лбом вместе с населением страны. Предел у нас не работает вот этот как бы коммуникативный, коммуникативная подушка безопасности, когда люди обсуждают угрозы, риски и формируют мнение. Я вот выйдя в город, в день города, так сказать, самый острый, самая острая проблема, которая обсуждалась людьми, это цены на последний айфон. вот они очень жарко обсуждали возмутительные цены на айфоны, они же теперь в сущности контрабандные, насколько я понимаю, вот, и действительно очень большие цены. Вот это их волновало, но их не волновала собственная судьба, но это часть сделки, они не допускают и мысли, что какой-то Прилепин, какая-то Симонян погонит их на фронт, это они исключают с порога, они отметают эту мысль.